итак друзья у нас остался последний элемент последний урок соответственно под него это футер самый простейший элемент находится он в конце здесь всего-навсего небольшая всего на давайте его сверстаем и оформим и собственно на этом наш урок наш курс можно считать маленький завершенным ознакомитель так после контента давайте мы разместим тег футер внутри него контейнер контейнер ну и нам необходимо вот эта вот линия можем не сверстать с помощью обычного тега р или можем для блока задать например border top тут в общем то есть разные варианты давайте поступим попроще и просто-напросто используем линию дальше параграф и текст в нем возьмем так посмотрим что у нас получилось опускаемся вниз значит вот она наша линия и вот она наш параграф значит линия у нас должна быть чуть почетче явно да потемнее и параграф должен располагаться справа расположить программ справа довольно просто в бустерапе есть специальные классы это pull right для выравнивания по правому краю и pull left для выравнивания по левому краю по большому счету те же самые flow right и flow left так вот он наш параграф все замечательно ну и давайте его оформим значит этот наш самый футер данный медиазапрос нам в общем то даже не потребовался я оставлю в качестве примера пусть будет футер во первых во первых давайте зададим отступ снизу у нас прилипает прямо к экрану а здесь согласно макету и должен какой-то отступ давайте пусть будет margin bottom пикселей 100 так хорошо ну и линия осталось оформить линию и по большому счету все футер внутри него линия hr и для нее мы просто зададим border color и цвет у меня тоже уже конечно же готов все сохраняем линия четко и все хорошо смотрим как все это дело адаптивится в итоге значит первый breakpoint у нас все замечательно следующий все чудесно все работает все хорошо следующий breakpoint здесь тоже замечательно так ну и последний наш здесь тоже все хорошо минимальная ширина экрана даже меньше чем минимальная здесь меньше меньше 320 пикселей вот но тем не менее все все отлично ну что ж друзья на этом можно считать наш небольшой буквальном смысле ознакомительный курс завершенным как видите у нас ушло совсем немного времени для того чтобы сверстать этот несложный на самом деле макет но тем не менее если бы мы не использовать для него bootstrap то времени у нас у нас ушло бы на его верстку точно такую же верстку да ушло бы пожалуй сразу два больше с bootstrap эффектом это добились быстрее и что особо радует чем сложнее макет тем меньше времени у вас будет уходить если вы будете использовать bootstrap чем если бы вы его не использовали поскольку напоминаю что bootstrap уже имеет оформленная массу компонентов например это те же самые формы здесь у нас нет ни одной формы но если бы нам пришлось создавать форму и например довольно сложную форму то мы бы еще помучились с тем чтобы все это красиво смотрелось выравнивалась адаптировалась чтобы форма была ровненько аккуратненько используя же bootstrap а все это уже заложено внутрь все это уже предусмотрено и нам остается только взять код готовой формы которая нам понравится подойдет и просто напросто использовать свои верстки может быть что что-то немножко подправить но по большому счету мы уже получим готовую оформленную форму или например кнопки если не нужны или например слайдер здесь тоже все это уже есть а все остается только взять и использовать и все это будет хорошо взаимодействовать с сеткой все это будет замечательно аккуратно расположено и все будет просто замечательно на этом я с вами прощаюсь надеюсь что данный ознакомительный курс был для вас полезен и если вы еще не знали что такое bootstrap и никогда не использовали то заинтересовались этим css framework и хотите познакомиться с ним детальнее поближе ну а у меня на этом в общем-то все до новых встреч пока